всем здарова друзья меня зовут валерий и вы на домашнем канале ну что сегодня у нас так сказать второй выпуск по разработке моей короче 2d игры 2d платформера моего и сегодня покажу что у нас изменилось что я добавил вот короче там изменения более такие менее кардинальные у нас получается после первого выпуска но связи там с некими проблемами было кто следит за каналом те знают короче если вам интересно можете написать в комментариях спросите я вам подробно отвечу вот ну и не забываем про лайки не забываем про комментарии про подписку канала на канал тоже не забываем и мы собственно с вами переходим с вам движок и так мы в самом движке и как вы видите что у нас короче начальная сцена наша немножко изменилась вот теперь наш герой начинает в неком короче ну как так так сказать в помещении да вот я решил сделать так что мы в принципе начинаем игру в доме гадака вот волшебника гадака и он живет у нас в дереве не в том домике который был изначально у меня сделан да теперь он живет у нас в дереве я потом покажу со стороны улицы вот та локация которая была типа с улицы где падали листья она есть но она сейчас пока ничего не доработана вот но я далее покажу мы в ней переместимся потому что я как бы сделал уже перемещение некоторые по локациям ну как бы с этой локации на ту локацию вот на уровне я еще как бы не сделал такого и так что мы имеем мы имеем летают нек некие подобие пылинок не знают они пылинки то я сделал такую штуку короче не знаю хотел сначала сделать пылинки чтобы летали но в итоге короче тут летают какие-то штуки вот это в принципе все таки типа волшебный лес вот летают такие штуки они короче если присмотреться издают некий свет вот освещение можно сказать здесь внутри этого домика до этого дерева такой темная вот притупленное освещение но как бы освещается именно вот грибочки вот эти вот которые двигаются от них излучение идет от самого нашего героя потому что он как бы огненный и от него какое-то освещение тоже идет ну и немножко освещение идет вот от этих вот самих типа пылинок вот освещение немного криво сделано именно от этих пылинок не знаю вам будет видно не видно вот это бывает так вот видишь появляются полосы такие но это все поправится потому что я как бы экспериментировал делал пробовал учился делать это освещение и как бы пока так вот но это все поменяется как видите есть короче указатель у нас теперь такие указатели будут появляться периодически в играх но на протяжении всей игры до будут появляться такие указатели они будут показывать там направление куда какая локация переведет допустим вот эта локация нас приведет к порталу именно к финальному порталу которого типа финал игры чтобы туда попасть чтобы он стал активным нам нужно как вы поняли собрать 10 элементов вот то бишь этот портал будет к финальному боссу вот дальше я поменял руки теперь они не белые теперь они огненные вот так же не смотри крутится вертятся вот типа пламя колыхается на голове как и было да вот пламя колыхается вот и теперь у нас вот такой вот вместо белый пыль пыли теперь такой вот типа небольшое как сказать огненная до от огня такие вот штуки короче из-под ног вот потому что у нас типа огненный даже когда прыгает он у нас вот получается так делает вот анимацию я тоже немножко переделал теперь вот бегает он вот так вот не знаю оставить такой анимации или и переделать напишите в комментариях как он такая анимация вот далее далее как вы заметили графика здесь такая что я решил будет прикольно будет прикольно и необычно графика в стиле типа нарисованный цветными карандашами и красками вот я думаю так будет необычно как-то прикольно вот ну графика я еще не тени тени ничего короче не добавлял только вот со светом поэкспериментировал и как бы это все преобразится так что так но движемся дальше движемся дальше вот я поставил нашего гады к он стоит возле некого котла котел как бы не активен он просто как декорация но с него смотреть идет дымок вот так же огонек короче движется и от него идет какое-то освещение вот так присмотреться небольшое освещение как бы есть освещает этот пол вот и т.д. и т.п. а также наш герой наш гадок он тоже как бы не активный он просто стоит как бы у него анимация есть стоит но я в планах сделать когда мы к нему подходим короче мы начинаем вот игру здесь когда мы подходим к нему либо выскочит кнопка с ним поговорить либо просто сработает скрипта что будем с ним говорить он нам расскажет что вообще творится что вообще происходит и даст нам задание основное задание как бы первое задание вот типа переместиться на первую локацию там будет элемент короче ну и вы поняли вот как вы видите сверху там у нас всякие цветы не цветочки всякая трава короче всякие как положено в дереве вот идем дальше идем дальше здесь смотри у нас короче выглядывает лицо такое я думаю прикольно это было ну прикольно так вот дальше есть еще один короче указатель он показывает нам тоже на портал но портал будет у нас этот идет как на перемещение первого на первый уровень то бишь у нас первый уровень лес и собственно свечение зеленая и каждый портал то бишь мы когда пройдем допустим первый уровень победим босса получим элемент мы возвращаемся сюда вот говорим снова с гадоком можно будет вернуться на локацию перед домом там посмотреть там вот такие стенды стоят стоять где будет выкладываться короче наши элементы которые мы нашли вот можно будет посмотреть ну и собственно свечение портала будет зависеть от тематики уровня допустим зеленая это у нас лес да там допустим если вводная там какая-то локация будет синяя там огненная там красная и т.д. и т.п. но вы поняли вот здесь также есть у нас грибочки такие стоят вот здесь что-то переборщил со светом по ходу слишком ярко особенно когда подходишь потому что совмещается освещение нашего героя и освещение грибочка так ну и сделал короче переход на новый уровень будет у нас с помощью нажатия клавиши вот она выскакивает типа вход но это все поменяю короче это так тоже пробовал экспериментировал вот пока она не активна пока не активно и здесь тоже можно дальше уйти видишь как бы это все не активно вот то бишь выскакивает кнопка мы на нее нажимаем и перемещаемся на первый уровень как-то так но в принципе здесь у нас все ясно да здесь у нас все ясно давайте перейдем с вами на локацию перед домом оп и как вы видите я сделал уже скрипт который нас переносит из одной локации в другую вот вот но это локация как бы она в принципе цельная поэтому здесь без загрузок загрузки загрузка по и будет экран загрузки будет появляться когда вот мы нажмем здесь на кнопку и перемещаться на уровень там будет экран загрузки так ну что здесь видите как видите указатель типа дом гадака нарисовано лицо гадака вот вот такой вот у нас дерево нарисовано красками вот здесь пол нарисован карандашами и как вы видите задних он тоже изменился там у нас елочки тоже нарисованные карандашами а задний именно фон тоже красками нарисован но и размытый немного так стоит дерево я не знаю получится ли у меня сделать как бы фон ой не фон это анимацию вот этому дереву не знаю не знаю так если нету оставлю так тут же появился короче мост у нас как вы видите травинки вот эти вот которые спереди нас перед экраном они никуда не делись они только изменились тоже перерисованы вот под так сказать под краски вот появился короче мостик теперь у нас здесь и как как вы заметили стоя вот здесь на месте видишь мы как то немножко сдвигаемся это надо будет тоже пофиксить поправить потому что как будто он съезжает это меня уже глючит короче непонятно вот ну как то так вот задний фон короче вот здесь вот будут стоять у нас стенды где будут стоять показанные элементы которые мы с вами нашли вот здесь будет стоять портал я его еще не поставил я еще не сделал вот будет стоять портал изначально он будет неактивный но и когда мы все соберем элементы я думаю здесь наверное 10 штук не влезет поэтому он будет вот здесь стоять и вот здесь стоять как бы вот так вот как стенды да вот и этот портал он активируется и мы сможем перейти к финальному левлу то бишь там я планирую как бы будет не чисто левел но может чуть-чуть там пробежим какое-то препятствие пройдем и будет финальный босс как то так вот чтобы сделать мне ну активную кстати видишь мы тоже можем куда дальше уйти вот это все будет доделываться чтобы мы смогли перейти допустим на новую локацию мне нужно ее создать чтобы протестить вот я думаю к следующему видосу я это сделаю мы с вами посмотрим уже потестим кнопочку перехода я ее тоже может быть переделаю вот ну и как то так я еще анимацию ударов я еще не делал вот я еще пока не могу определиться либо будет у нас пускание фаерболов либо будет у нас просто рукопашный бой либо будут прыжки на врагов как это было типа марио да ну я думаю это не очень интересно вот я думаю рукопашный либо фаерболы ну либо при ударе короче у нас будет появляться огненный меч вот и мы будем им фигачить как бы так в планах сделать двойной прыжок также в планах сделать откоки от стен то бишь мы к стене раз и оскакиваем допустим да вот здесь сейчас пока ничего такого не сделано вот ну и как то так вот как то так ну и на этом в принципе все все изменения если вам видос понравился ставим лайки подписываемся на канал не забываем про колокольчик вот так же в комментариях пишем как вам какие у вас впечатления что вам хотелось бы еще увидеть если я смогу реализовать это то я обязательно реализую вот что еще из декораций попробовать добавить сюда допустим либо вот сюда здесь у нас видишь нету еще падающих листьев я буду я попробую сделать тоже вот нарисовать как то так вот и короче все свои пожелания пишите в комментариях если вам интересно что то подробнее поговорить о игре и еще что то то всех жду на своих стримах вот они в 6 часов у меня по играм там можем поболтать поподробнее по игре короче по игре которую мы проходим поболтать и по именно по этой игре поболтать еще здесь кстати смотри баг тоже видишь у него губы короче сверху его шарфа это тоже надо будет пофиксить вот ну как то так как то так что это такое видел да вот как то так все еще раз всем спасибо за просмотр за ролик за просмотр ролика и буду ждать вашего отзыва всем пока 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 не